хочу рассказать про пачкают доску, я набыл свои флипчарты, они пачкают доску, а вот эти вот, которыми возможно все будет лучше. Смотрите, я сегодня хочу рассказать вам про такую структуру данных, которая с одной стороны очень простая, что кажется, что мне сказалось, что я расскажу за 10 минут, и мы все разойдемся, и еще все. У них только структура данных, есть понимание, как описать. Но эта структура данных, в том числе, ее можно сделать конкурентной, в смысле, конкурент, блок-фри, все дела, и это уже довольно сложная часть. Я попробую рассказать, насколько я это понимаю, я не могу сказать, что у меня понимание полное, потому что кажется, что в этом месте не бывает полного понимания никогда. Даже если напишите код, это все равно ничего не значит. Структура называется что расшифровывается как hash array mapped tribe. Давайте я сейчас напишу. Другой, почему? Зеленый? Или вот этот? Это тот, который... Пачкаю их? Да. Ну, возможно, эти тоже пачкают, это свойство доски. Хорошо, я попробую. Ну, красный пишет лучше, по крайней мере. Так, смотрите, hash array mapped... А, тут четыре слова, надо разобраться, как они друг с другом соединены, потому что... Это вот что это вот? Это хэш, который, значит, array mapped в try или... Четыре в одном? Try, который хешивает array map. Ну, кажется, дефис надо поставить и как-то понятнее становится. Дефис между двумя словами или между парами словами? Нет, ну, логически, мне кажется, что это как в английском языке, да, там, нам плюс нам, да, то есть, во-первых, нужно смотреть на последнее слово, это try, и, действительно, try, короче, это вот бор. Это бор непростой, это бор с хешированием, по крайней причине, вот, и это хэш, который замоплен на массив. Я не могу больше ничего сказать, я не могу сказать каких-то общих слов больше, надо уже в детали переходить, кажется. Какую задачу мы хотим решить? Мы, вообще-то, хотим решить задачу построения map, который, с одной стороны, быстрое начтение запись, с другой стороны, он еще и, возможно, конкурентный. Ну, мы попробуем, не знаю, что получится, но, может быть, он будет конкурентный у нас сегодня. Вроде бы задача хорошо известная, хорошо решенная. Скажу так, она для случая, когда у вас не конкурентная структура данных, она, конечно, хорошо решенная, вы можете, не знаю, дерево использовать, поиск, можете, конечно, таблицу использовать. Кажется, Ром, у меня поправился, что, кажется, для конкурентных структур данных, для логфри структур данных, хэш-таблицы, это, в общем-то, непростая тема. Ну, ты вообще ничего сложнее списка, особенно, делать не умеешь. Ну, да. И трудности там есть довольно фундаментальные, они довольно разнообразные. Там есть трудность, ну, скажем, связанная с управлением памятью, с тем, когда нужно уничтожать элементы. И эта трудность, там, можно говорить разными способами, мы об этом немножко поговорим. Есть трудность, тоже очень существенная, трудность с ресайзом, например, хэш-таблицы. Трудность тем, как сделать хэш-таблицу ресайзабл и при этом достичь каких-то хороших оценок не в учетном смысле, а в худшем случае. То есть, как ресайзить ее на лету. В общем, сложностей масса. Я бы не сказал, что это какая-то слепленная пуля, потому что некоторые трудности присущи просто конкурентному программированию. Ну, скажем, трудности к лейму памяти, она никуда не девается. Вы хоть массив делаете, ну, массив нет. Вы там дерево делаете, вы там делаете хэш-таблицу, вам нужно понимать, когда объекты можно разрушать, и это сложно. Ну, а здесь будут такие же сложности, я и буду аккуратно обходить. Я скажу, что у меня либо гамоч коллекшн, либо у меня хэш-поинтерс. Про это рассказывать по большей части не буду. То есть, если вы не знаете, что это за слова, это вот не переживайте. Мы, для них, второе. Как по-русски, опасные указатели? А есть перевод классический? А книжку не переводили еще? Ну, неважно. Для понимания, я правильно понимаю, что учетная оценка в конкурент смысле, в определенном смысле, неинтересна, потому что, ну, можно было бы сделать лог тогда, и у тебя тоже... Ну, не сказай. Свойство лог-фри, оно все-таки немножко ортогональной сложности. То есть, ну, свойство лог-фри соответствует идее заморозить, остальные треды и посмотреть, что будет с оставшимся, и если остальные треды возьмут логи, то у тебя и worst case будет бесконечностью, и все будет плохо. Википедия предлагает указатель опасности. Указывает чего, прости? Указатель опасности. А он указывает на опасность? Нет. Отличный способ произнести речь, которая даже еще более непонятна, чем сделана на английском. То есть, по-английски здесь все не так просто, но по-русски, если так говорить, то это точно точно не понятно. Так, короче. Вообще история такая. Был такой товарищ по фамилии... Так, сейчас посмотрю, а то перепутаю и будет глупо как-то. Товарищ с некоторой фамилией. Проходит поиск. Конечно, на индийской. Нет, другая. Так, значит, товарищ по фамилии Бэнгл. И он довольно давно предложил... Хороший мешок? Ну, может быть, Уэлл это колодец. Я не знаю, зачем он будет Уэлл. Холодец. С мешками. Холодец? Да. Ну, вот-вот. А кто обещал, что... Видимо, это свой слой доски все-таки. Я не обещал, я предположил. Но, по-моему, в системе плохо. Как это у нас? Вообще, интересно, что эта структура, она еще и персистентная. Видите, доска тоже обладает. В смысле персистентности нельзя стирать. А ты говоришь, что она не очень большая, поэтому... Доска не очень большая. Вот я на доске не умещу, у меня есть... Рассказываем, что... Мы перевернули с той стороны, потому что там все хуже гораздо все. А стенка? Стенка... Стенка, она не... Стенка персистентная. Я же для белых стенок. Давайте я расскажу вначале, что придумал backball. Это давно было очень сделано. То есть ясно, что вначале придумали структуру, которая... Ну, никакая она не персистентная, никакая она не... Не log-free, ничего подобного. Очень простая идея. Так. Кто знает, что такое try? Поднимите руку. На всякий случай. Хорошо. Давайте я просто сейчас формулирую ту возданность try, которая мне будет нужна. Я буду в try вставлять числа не очень большой битности. Ну, к примеру, я буду работать с числами, которые 64 бита. А try у меня будет устроен так. У меня будет корень. Дальше я те числа, которые будут собираться вставлять в try, я буду резать на куски некоторой ширины по битам. Ну, а по некоторым причинам обычно режут по 5 бит. Не пугайтесь, что 64 на 5 не делится. Это, в общем-то, говорит о том, что кому-то чего-то не хватит в конце. Это будут кривые эффекты. Ну, неважно. В целом я собираюсь делить по 5 бит. Дальше я собираюсь нарисовать корень и из корня провести, в худшем случае, 32 стрелочки, отвечающие 5-битовым префиксам тех чисел, которые я вижу. То есть для того, чтобы вставить число в бор, я начинаю с корня. Дальше берем первый 5 бит. У меня здесь есть 32 стрелки от 0 до 31. Я иду по соответствующей стрелочке, попадаю в вершину, где проделываю ту же самую операцию. То есть это у меня дерево, у которого ветвление не более чем 32. Высота его, соответственно, не очень большая. Ну, 64 бита, сколько там? 12-13 получается. На самом деле очень большая. В конце я попадаю в вершину. Значит, сразу скажу следующее, что у меня будет бор динамически меняться. Изначально он пустой, и я, конечно, никогда не достраиваю вот эту цепочку до конца, если понимаю, что дальше никакого ветвления нет. То есть я начинаю с пустого бора. Дальше у меня приходит вход в число длины 64 бита, я вставляю его в бор. Смотрим первый 5 бит. Если эти 5 бит у меня ни на одной стрелке не фигурировать, я просто рисую стрелку и на конце этой стрелки обозначаю то число, которое я хочу вставить. Если у меня эта стрелка уже есть, я иду по этой стрелке. Ну а дальше, если это уже вершина, вершину придется немножко подразбить. Потому что понятно, что... А принципиально как мы вообще проверяем, что у нас есть стрелка или нет? Принципиально, потому что эта структура высокопрактическая, и поэтому надо объяснить, как это все реально будет в память уложено. То есть рассуждать, наверное, нахуй есть какие-то стрелки, они нарисованы на доске и нет, наверное, указателя мы не будем. Тут так все довольно жестко оптимизировано. Предполагается, что эта структура, она еще довольно экономна по памяти. То есть она не просто занимает линейную память, она занимает линейную память с небольшой константой. Первый вопрос. Я как бы реализую вроде бы мэп. Тем самым ключи у меня это произвольные. Я не знаю, строчки, числа, объекты какие-то непонятные. Но я собираюсь строить борт. Что это за 64 бита, на которых я буду строить? Хеш. Правильно. Вот когда я готовился, мне казалось, что я при вас здесь все расскажу. Ключевая идея уже есть. Мы строим борт на хешах. Три слова объяснено. Что? Три слова объяснено. А, три слова. А мэпс не объяснено. Ну, я не думаю, что реймэпс объяснено по сути. Вот два слова объяснено. Хеш и трай, да? Итак, ключи исходные, смотрите, мы их хешируем. И из ключа делаем хеш длины 64 бита. Что только хеша 10 не нужно, наверное. 64 бита. После чего я собираюсь из этих ключей устроить борт. Но борт не по битовый, а борт по 5 бит. Почему 5? Сейчас объясню почему. Потому что все сложнее. Ну, смотрите, есть сложности разного характера. Есть, например, сложность, с которой не очень хочется бороться, но, кажется, придется. В целом, если у вас 64 бита, то коллизии маловероятны, но теоретически возможны. Ну, наверное, чтобы они были там с хорошей вероятностью, надо примерно 4 миллиарда ключей иметь. Но мы не можем на это полагаться. Вот что мы будем делать, давайте решим. Что мы будем делать, если мы берем ключ, считаем хеш. Хеш очень длинный, 64 бита. Идем по нашему бору, попадаем в лист, а там написан другой ключ. Но с тем же хешом. Вот. Вот я тоже думаю, что мы будем делать. Еще одно из вариантов. Смотрите, есть разные способы. Опять же, я сейчас рассказываю неконкурентную версию, в конкурентной версии будет немножко по-другому. Бэкбул пишет следующее. Есть варианты, говорит? Ну, например, можно сделать в конце уже просто список. Обычно у вас в листе один ключ. Обычно в листе у вас один ключ. Но... Дальше по некоторым причинам будет называться S-node. Но, вообще говоря, там может быть список ключей. И тогда уже никакого второго у них хеширования нет. Это такие цепочки. Делайте с ними что хотите, но ищите линейным поиском по этой цепочке. Вот. Это один из вариантов. Но тут надо понимать, что такой вариант приводит к не очень понятному расходу памяти. То есть, как эту цепочку связывать, список пломней, там надо все думать. Поэтому смелый Бэкбул предлагает более экстрагамный способ. Он говорит, давайте считать, что хеш у нас бесконечный. Считаем еще хеш. Ну, тут уже такой полет фантазии начинается. Я бы не советовал так делать. Но смотрите, что он предлагает. Ну, возьмем еще один хеш. Что мы возьмем? До тех пор пока коллизия. Пока смерть не рога. Пока коллизия не рога. В этот момент структуру данных, видимо, сгенерируем какие-то случайные там... А, он предлагает следующее. Если окажется, что хеша вам не хватает, давайте возьмем... Просто с другими параметрами. Ну, с другими параметрами это интерфейсно довольно сложно. Давайте возьмем, захешируем хеш, к которому мы приписываем уровень, на котором у нас хеш закончился. Почему мы приписываем уровень? Потому что в теории возможна ситуация, что даже этот хеш второго уровня еще будет иметь коллизии. И нам может понадобиться еще и еще и еще. Мы хешируем элемент плюс уровень. Мы хешируем хеш. Но хеш совпадает уже с каким-то другим хешом. Но хеш это число. Да. И два числа уже совпадают и уровень их совпадает. Захешируем ключ, правильно. Захешируем ключ и уровень, на котором у нас произошло хеш коллизия. То есть там уровень, это типа 64. Ну прочитай, 64 битов, все биты закончились, у хеша. Битов больше нет. Давайте еще битов изготовим. Немножко подсолим наш ключ, короче говоря. Так на это можно смотреть. Еще разок. Значит, у меня произошла коллизия. Это значит, что я дошел до самого листа. И в это время у меня какой-то другой ключ там был. Ты говоришь, давай придумаем еще одну хеш функцию. Давай. Другая хеш функция это более хеш от подсоленного ключа. Поцелим ключ. Чем, подсолим ключ? Я предлагаю подсолить глубиной вершины. Глубина у всех листов на этаже. Это правда, но может получиться так, что мы снова посчитаем еще 64 бита, снова дойдем до листа и всё еще коллизия. То есть дерево с ненейштейнной глубины 64? Дерево не может быть константной глубины, по той причине, что если мы разрешаем коллизии списками, то она может быть константной глубиной. Но если мы разрешаем не их списками, а хотим найти до победы разный ключ. Я помыслурирую, что у нас дерево в actually crescent. Я, честно, не знаю, насколько это способ практический, надо посмотреть, удалось ему это в ходе выразить. Потому что, мне кажется, что, во-первых, есть шанс, что Google и свечи совпадать, и вы это обнаружите очень странным способом, у вас с программой, я даже не знаю, что сделает. Вот всегда, если хэш от пары определен как кссор, то... Это лучше не надо. Ну, или как любая функция от каши элементов. Нет, но когда в запасе есть последний способ говорить, ну, хорошо, если ничего не подходит, давайте посмотрим на ключи как на битовой последовательности, почему-то, вот, потому что считается, видимо, что ключи, ну, равенство ключей – это битовое совпадение, это не всегда цепляет, так? Вот, и давайте уже, короче, смотреть на биты этих ключей, уж если ничего не помогает, и, по сути, построим внизу бор на самих ключах. Вот, но это такой, не знаю, не самый, наверное, лучший способ. В конкурентной версии будет все проще, в конкурентной версии у нас будут списки внизу, ну, обычно одиночные элементы, но могут быть, в принципе, списки, и про эту техническую сложности можно вообще не думать, все с ней просто элегантно. Тем не менее, если забыть про кэш-коллизии, какой здесь расход памяти? Он амферически плохой, потому что у вас первая же вставка приведет к появлению, вот смотрите, с чего, первая же вставка приведет к появлению примерно… Окей, первая, не первая, довольно быстро у вас может возникнуть ситуация, что у вас есть длинная цепочка длины порядка, не знаю, 12-13, в которой ветвлений практически нет. У ветвей нет типа два в каждой вершине. Когда мы вставляем один элемент, мы все вершины походу создаем? Нет, как только мы видим веточку, которой у нас еще нету, мы ее добавляем и останавливаемся. Ну, зачем нам больше бит рассматривать? Да. Вот если мы вставили число 0 и 1, они создадут много хранижетных решений или нет? Число 0 и 1, они создадут битовые 0 и битовые 1. Да. Они создадут 2 евро испормия, потому что они уже на битовых отличаются. Много нулей 1, много нулей 0. Да. Да. Вот это как раз тот случай. Итак, если мы вставляем хэши вида много нулей 0 и много нулей 1, то как будет устроен борт после этого? Он будет устроен вот так, очень печально. Вот смотрите, у нас будет цепочка, цепочка, цепочка. Тут будет 5 нулей, тут будет 5 нулей. Ну и, значит, закончится это где-то там внизу разветвлением на 1. Смотрите, а мы же хэш брали, чтобы как раз такую проблему побороть? Ну, мы же не знаем, из хэши такие оказались, кто же знает. Конечно, если там хэш будет... Почему-то вообще нужен хэш, если у нас есть ключи, скажем, почему бы ключи? Потому что мы не хотим, нет, понятно, почему мы не хотим работать с ключами, потому что ключи – это произвольно сложный объект. Окей. Вот. Конечно, можно сказать, что мы выбираем, потому что такие хэши возникнут, но, в принципе, это невозможная ситуация. Да, и эта проблема не спасает. Если там будет хэш, просто произвольное число, то ты вставляй его в первый раз и не исполняйся. Ну, мне кажется, что первые, ну не знаю, первые 32 вставки примерно приведут к выяснению 32 ребер из корня, и дерево не будет уходить вглубь. Так уж. Ну, не 32, окей. Первый корень. Вставки не будут уходить на верхнем уровне. Так или иначе, вот смотрите, такая ситуация возможна, и здесь большой расход памяти. Почему? Как мы вообще узел представляем? Вот. Ключевой момент. Узел бора – это что? Ну, либо там ключ какой-то уже записан, либо что? Либо там должно быть 32 указателя на сценарий. Вот. И предлагается сделать следующее. Это такой простой инженерный чистотрюк, то есть здесь нет никакой особой идеи. Это чисто инженерия. Предлагается хранить вершины в сжатом виде. Вот. Значит, что значит в сжатом виде? Это означает, что вершина, если она имеет k и исходящих из нее ребер, это означает, что вершине нужно помнить k-указатели. А остальные 32-k помнить не надо. Как же мы это сделаем? Я еще буду помнить, какие из них живут в точности. В одной масочке. Все так. Итак, с точки зрения какого-то ванильного hem, узел устроен так. Вначале идет битмэк. Битмэк размером 32 бита. Нолики, единички которого отмечают, какие валентности из этой вершины заняты. Это 32 бита. После чего идут дети. Детей ровно столько, сколько у вас единичек в битовой маске. Тем самым вы не тратите память кустую. Ну, ясно, что если так начать делать, тут много разных других проблем появляется. Сейчас про это все поговорим, все ужасно. Итак, первое. Ну, начнем с того, что затрудняется поиск, как я честно скажу. Потому что вот я нахожусь в вершине. Я нахожусь в вершине, и мне нужно пойти по ребру, если оно есть, отвечающему некоторой битвой последовательности длиной не более, длиной из 5 бит. Допустим, мне нужно пойти по ребру, на котором написано 10. А где это 10 бит? Есть ли оно вообще? Ну, есть ли оно или нет, понять легко. Как понять? Взять битовую маску и посмотреть на 10 бит. Ну, там за константу 10 бит можно вынуть. Допустим, окажется, что 10 бит у нас находится в состоянии единичка. Но указатель лежит здесь, и это не десятый элемент здесь. А как узнать, где же там указатель лежит? Правильно. Нужно вот на префиксе длины 10 посмотреть, сколько там единичек. Если там, допустим, одна единичка, это означает, что самый первый элемент массива children – это наш указатель. То есть, фактически мы сжали разреженный массив, отдельно запомнив, какие позиции заняты, и выписали все занятые позиции. Итак, в общем случае мы смотрим на какой-то бит, и если он единица, то мы считаем количество единиц на позициях от нулевой до текущей. Как это быстро сделать? Ну, вот да, есть в процессе такая инструкция, поп-каунт она называется, который умеет считать количество единиц в заданном числе двоечной записи. Ну, тут двоечное число оно еще и изготовит, тут надо масочку подходящую сделать, то есть нужно занулить старшие биты, посчитать поп-каунт здесь. Есть статья, в которой утверждается, что написана реализация на Java 2. И также утверждается, что боттленеком является поп-каунт. Вот я не знаю, насколько этому стоит верить, но вот так получилось. Поп-каунт в той статье реализован, ну, может быть, знаете, такой классический трюк, там, с битовыми сдвигами, там, эндами. То есть, ну, поп-каунт как таковой, помимо инструкции в процессоре, его можно же руками собрать. Который залоглок? Да, который залоглок. Ну, неважно, такой технический трюк, опять же. Ну, вот, якобы, у него бы был залоглок. То есть, все такое быстрое очень здесь, стремительное, а вот, хаунт там нет. То есть, они предпочитали, наверное, все быстрее бы было. Предпочитали, в кэше бы тогда все бы должно сидеть. На двух кусочках хранилось 16 бит, и в кэш попало. В 16 бит нет, слишком много. 2 в 16, 64 ка у тебя кэша нет просто столько. Скорей на байтик надо считать. Не важно, не важно. Так, а решать ли это все проблемы? Вот мы, допустим, суровые программисты на C++. Решает ли это все проблемы? Нет, потому что у нас есть еще одна трудность, пришедшая к нам неожиданно. У нас теперь узлы имеют разный размер. Вот с точки зрения количества байт, которые они занимают, просто разный размер. Почему эта трудность? Эта трудность, потому что как мы такие узлы будем выделять? Вы, конечно, можете звать ваш любимый аллокатор, какой-нибудь Mallocco Free звать, но если вы попросите у Mallocco 8 байт, а вы реально будете просить Mallocco 8, ну не 8, я не знаю. Битовая маска 4 байта, а указатель еще 8, ну 20 байт будете просить. Еще все невыровненное какое-то будет, все ужасно. В общем, если будете просить такие мелкие порции аллокатора, это все будет очень медленно работать, поэтому надо что-то сделать. Как вы думаете, что можно сделать? Арену. Арену. Нужно выделять сразу много узлов, нужно узлы сгруппировать в группы, отвечающие количеством единиц, которые в этой убитой маске взведены. Тогда узлы одного типа, они занимают одинаковое количество байт, и эти узлы можно выделять с помощью какого-нибудь арена аллокатора. Вообще это, наверное, не арена аллокатора даже называется скорее, это аллокатор объектов одинакового размера. Он очень легко пишется. Как он мог бы быть устроен давайте отсюда? Арена обычно считает, что арена аллокатора это аллокатор, который уничтожает все выданное ему за константу, просто потому что он умирает целиком. То есть вы протобав десерилизуете, вы берете арена аллокатор, туда все аллокации ваши уходят, а уничтожение бесплатное, ну или аллокации тоже очень дешевые, потому что реально никакого дела аллокации нет, и можно только все разом прибить. Здесь такого нет, мы все-таки будем и создавать новые узлы, и уничтожать старые. Так что план такой. Сколько у нас будет типов узлов? Либо 32, либо 5. Ничего себе. Такой разброс. Почему так? 32 это по количеству возможностей. У меня есть ответ, и он не совпадает ни с одним из двух. 31. Блин. Потому что если битовая масса 0, я не знаю, как туда попали. Если эти узлы относить к типу, они будут типов узлов. Ладно, уговорим. Итак, действительно у нас есть там три с чем-то тип узлов, а как 8 получится, я не знаю. Не 8, я опять сказал, но просто пришла в голову мысль, что можно не отличить друг друга от 14 или 13. Толпы нет. От структуры есть толп? От всей структуры пока нет. Вред возможен, польза сомнительна. Я думаю, что если польза какая-то вообще есть, то она скорее в конкурентной области лежит. Мы про это поговорим. Пока что и тут вред, и тут вред, все плохо очень. Итак, действительно нужно выделять эти узлы сразу группами. Вот мы выделяем группу. И нарезаем ее аккуратно на трусочки. Одинакового размера. Таких групп у нас там 30 с небольшим. И снова нас подстригает проблема. Тут понимаете, такая структура, вот куда не пойдешь, сложны проблемы. Какая еще проблема тут может быть? Как индексироваться? А где индексироваться? А тут, кстати, можно заменить еще указатели на индексы? На индексы? Ну, можно на смысл особо, кажется. Ты хочешь вместо 8 байт 4 хранить? Просто в идеале, наверное, с вставкой. А я не хочу. С вставкой нужно... Вставка. Отлично. Кстати, удаление ничем не лучше. Вставки я вам просто скажу. Дешевые здесь только лукап, кажется. Удаление нужно... Итак, вот уже проступает ключевое свойство этой структуры, которое потом оказывается даже полезно. Она почти мутабельна. В том смысле, что вы никогда существующий узел не меняете. Вы всегда создаете новый. И это показывает, что вставка не самое дешевое удовольствие. Итак, если у вас есть некоторая вершина, у которой, допустим, тут есть битмэк, и, допустим, у нее есть два сына, потому что там два битика всего взъедено, то есть у нас два ребра всего лишь. Вы хотите добавить третье ребро, вы не можете в эту вершину ничего записать, потому что это вершина константного размера, а вам нужен больший размер. Что вы делаете? Вы копируете. То есть вы аллоцируете вершину большего размера, заполняете битмэк, копируете указатели старой в новую вершину, и у вас появляется новое место, куда можете записать его. Но что же мы делаем с предком? Что же мы делаем с предком? У вас нет указателей на родителей. Вопрос в том, что мы делаем с предком, тем не менее мы должны что-то сделать с предком, потому что у него похоже поменялся указатель на ребенка. Это правда. Дело в том, что путь скопируется. Функция несенса вращает номер. У нас топ-даун процедура, мы всегда знаем, кто на нас ссылается. Ты просто сказал, что у нас мутабельная вершина. Это означает, что мы должны... Кавычка. Условные мутабельные. Условные мутабельные. Когда будет конкурентная структура, будет веселее. Там они будут почти мутабельные. Почти по-настоящему. Не считая кассы, которые надо выбираться. Так, ладно. Забегаем вперед. Мы делаем это копирование ровно один раз за всю вставку, поэтому... Копирование мы делаем... Нет. Копирование мы делаем один раз, действительно, потому что в тот момент, когда мы понимаем, что мы такого ребра еще не видели, мы его вставляем. Ну и мы не пытаемся прокрутить наш борт до листьев. Мы сколько бит различают наши хэши, столько и используем. Я испугался, что это будет выносить дополнительные... Двенадцать раз надо будет это все делать. Но, к счастью, нет. Это сжатый бор, да? То есть бор, который не идет до листьев. Сейчас подожди. У меня тут сжатый бор возник. Сжатый он... Ну, сжатый он в таком лёгком смысле. Такой лёгко-сжатый бор. Ну смотри. Совсем бор, вот прям бор такой, суровый бор, это когда у тебя длина пути от корня до листа, это длина строки. А здесь бор на префиксах построен. То есть, если ты видишь префикс, который уже делает этот хэш уникальным, ты дальше не достраиваешь. Подожди. Ну, что такое? Ну, вставил ты строчку из шестидесяти нулей. Так, я молодец. У меня одно ребро из корня торчит. Одно ребро из корня. А потом ты решил вставить строчку из шестидесяти нулей? Замечательно. В этот момент я, конечно, сделаю разветвление. А, ты вспомнишь, какой там реально был ключ? То есть тогда, на самом деле, в листах у тебя хранятся прямо вот эти вот ключи. Ну, а ключи нельзя не хранить в вершине. Да, понятно. Потому что у меня с этого сравнивать надо будет. Кажется, практически хранят не просто ключи, хранят еще и хэши, чтобы их не считать еще раз. Сейчас, то есть... Но это не есть сжатый борт, в том смысле, что в тот момент, когда ты будешь... На верхних уровнях. 60 нулей и там единичку, у тебя имеет целый путь длины 12 возникнет. У тебя не будет сжатого ребра. Тут даже картина есть. А, значит, смотрите. Есть... Ты про удаление говоришь сейчас? Нет, я говорю про то, что когда у тебя вот картинка... Да, в этом смысле это не сжатый. У тебя вот метелка... И сжимаю я только... Я это не сжимаю. Я отбрасываю суффикс, который мне не нужен, потому что у меня так уже есть уникальный трефикс. У меня таких листовых путей просто. Да, да. Одиноких. Ну как, вы уже чувствуете в себе желание это написать? Конечно. У нас обязательно надо написать. Нет. Какого написать? Работать просто не будет. Напомни, children... Против написать. Children это список, это массив. Children это массив. А, смотри. Массив, видишь? Размеры я пропустил. Мы его какого берем? У тебя каждая вершина... Битмап понятно. Медлин ветвления, максимум 32 ребра. Потому что мы берем 5 битов хэша. Соответственно в children это максимум 32 элемента. Ну а мы сразу и выделяем 32? Нет. Мы каждый узел выделяем ровно того размера, который нужен. Exact fit такой. Окей. А потом перевыделяем. А потом перевыделяем. А потом перевыделяем. А потом перевыделяем. Окей. Так. С перевыделением еще раз скажу. Нужен хороший чанк-теллокатор. То есть нужен аллокатор, который выделяет чанки одинакового размера, без оверхеда. А. Но конечно будут сложности. Какие будут сложности еще? Есть опасность. Опасность называется фрагментация. Потому что вот вы начинаете вставлять ключи в вашу структуру данных. Вставлять и удалять. Когда вы просто вставляете, у вас идет постоянно поток аллокаций и диаллокаций узлов. Вполне может быть так, что вы нааллоцировали кучу узлов какого-то размера, потом их себе поудаляли, кроме нескольких. И теперь начинаете аллоцировать узлы большего размера. То есть у вас память выделена, правда она выделена под узлы не того размера. У вас сейчас аллокатор не может вам выдать новый узел нужного размера, потому что узлов такого размера у вас свободных еще нет. Есть узлы другого размера, но они никуда не годятся. Вот это фрагментация. Эта проблема сложная. И я вот читал статью, там как-то все очень так. Вот надо читать, чтобы понять, что я делал в виду. Написано, что можно не фрагментировать. Я примерно понимаю, что там надо делать. То есть нужно по ходу вставок, нужно в тех выделенных сегментах, в которых мало чанков занято, нужно их переносить и в антикомпульсификацию некоторую ленивую. Но, честно говоря, как-то это не выглядит. Прям вот не заслуживающее внимание. И можно было написать подробнее. Короче, не знаю. Разные у меня есть гипотезы. Не берусь утверждать, что я понимаю, как в статье это делается. Так. Что здесь еще интересного, наверное? Зачем это все надо? Чуть-бойный момент. Мы его пустили. Почему это может быть лучше хэша или может быть лучше дерево? Как вам кажется? Есть какие-нибудь гипотезы? Ну, это же и то и другое. Это и то и другое. Значит, оно сейчас хуже обоих или оно лучше? Ну, это смешно. Оверхед может быть меньше. Лучше он старт тем, что можно блокировку брать по месту. Я немножко посмотри. Про блокировки отдельный вопрос сейчас по конкурентности я расскажу немножко. Или это уже лучше, чем того или иного? То, чтобы вилан будет не прошло. Первое. С точки зрения поиска, оно проигрывает хэштаблицы. Однозначно проигрывает. Потому что хэштаблица обычно очень мало обращения к памяти делает. Вы считаете хэш и обычно у вас там сразу значение или небольшой список. Он лежит подряд. В общем, обычно это хэшу проигрывает по времени доступа. Но, конечно, выигрывает у дерева, потому что это тоже дерево. Но это дерево 32-личное. То есть у него высота просто гораздо меньше. Дальше. По объему памяти занимаемый. По объему памяти это между деревом и хэштаблицей. Чтобы хэштаблица хорошо работала, вы должны иметь load-фактор, который заметно меньше единицы. То есть хотя бы процент в 50-70 заполнять. То есть вы существенную долю памяти будете тратить в пустую, потому что иначе хэш не будет быстро работать. На трейдов понятно совершенно, да? Здесь, ну так в целом и в общем ничего не расходуется впустую. Это, конечно, обман. То есть все, что расходуется, оно расходуется по делу, но это просто структуре нужно самой. Вот. И поэтому это все-таки лучше, чем хэштаблица при подходящих подгонах параметров. Но хуже, чем дерево. Хуже, чем дерево, например, потому что... Хотя, кстати, вот мне сейчас не очевидно, почему это хуже, чем дерево. В дереве, например, есть накладные расходы на вершины, а здесь накладные расходы явно меньше, потому что вершины имеют большую архусть. Но в дереве нет никакой проблемы с фрагментацией, потому что вершины одинакового размера, и авоцировать их одно удовольствие. Здесь... Казалось бы у нас, что здесь, что у дерева внутренних вершин будет одинаково. Нет, а лишь турист. А, ты прав. Количество внутренних вершин одинаково, но у дерева есть, ну... Что такое дерево? У тебя есть куда-то налево-направо, указано родителя. Обычное баста. Обычное баста. Обычное баста. Правда, если не делать, то, наверное, оно выиграет. Ну, казалось бы, да. Там в том же RedWay просто хранят право и левые висы. Ну, RedWay-то еще битно, но можно наладить засовывать младший бит. Куда-нибудь засовывать. Ну, да. Так что, вообще, если выигрывает, я не думаю, что оно сильно выигрывает у дерева поиска, но оно выигрывает у кэш-таблецы. Так, что еще из плюсов? Смотрите. А намного станет хуже, если мы просто фиксированным размером будем пользоваться. Фиксированным размером чего? Мы все будем одинаково выделять 32. Ну, будет. В коем случае в 32 раза хуже. Я так не знаю. Это много, но... Нет? Много? Константы. Константы. Просто я имею в виду, что будут. Сейчас спрашивают, какая разница? Константы же. Нет, я имею в виду, что в алгоритме. Плюсы, может быть, то, что мы будем проще с этим работать. Плюсы будут. Минусы тоже. Но если сделать flat, мы не выиграем по памяти? А flat в каком отношении? Заранее все вставить и оставить только для поиска. Мне кажется, тогда нужно строить совершенный хэш-таблеер. По памяти... Структура динамическая. А. Это динамический хэш-таблеер. У него, в каком-то смысле, ближайшие родственники, это действительно дерево поиска. И какой-нибудь динамический совершенный хэш. Почему, кстати, совершенный хэш? Тонкий вопрос. Я вот не очень понимаю, почему автор его с совершенным хэшом сравнивает так. Потому что, во-первых, ну, наверно, если пренебречь в раку, то листья и в листьях. Хэш совершенный, правда, он такой довольно многоуровневый. Все-таки он походит в пути, который не константную длину. Листь не бывает любой хэш совершенный. Нет, неправда. Понимаешь, у тебя хэш-функция в обычной хэш-таблице. Это же твой хэш-модул, еще размер, а здесь-то нет такого. Ладно. Есть еще некоторые трюки, которые на практике это все хорошо ускоряют. Первый трюк. Первый трюк. Не надо заниматься ерундой в корне. В корне вам битмак не нужен. Почему? Потому что корень один. В конце концов, я думаю, вы можете себе позволить 32 указателя иметь и не страдать. Это позволяет сэкономить, но более-менее... Минус один уровень, где можно сделать аллокацию. Вот. Вот. Почему-то статья не указана, но сразу приходит голову идея. Да, что это вот как-то... Может быть, можно и погуже делать. Ну ладно. Есть еще одна идея, тоже довольно интересная. Но она отчасти сродни тому, что ты предлагаешь, что можно на втором уровне тоже делать... Смотрите, как только этот хэш-модул стал достаточно большим, достаточно этого надо подбирать. Тогда можно два уровня первой склеить. Значит, что значит два уровня первой склеить? На первом уровне рассматривать не первые 5 бит, а первые 10 бит. Но для этого у вас должно быть довольно много элементов, потому что здесь у вас будет 1024 ветвления тогда. Но если у вас там, не знаю, 10-х элементов, я думаю, можете позволить себе корень, в котором ветвление на 2 в 10. Вот. И главное, что так вот... Это очень сродни ресайзу хэш-таблицы. Видите, заметно же, наверное, да? Хэш-таблица тоже, когда оказывается, что мы вставили много, она ресайзится. Но этот ресайз, наверное, похож на extendable хэштейбл скорее, да? То есть когда мы ресайзим, сохраняя по большей части старую информацию. Вот вы два уровня делаете плоскими, а начиная с третьего уровня вы оставляете все как есть. То есть вы не перевопачиваете всю хэш-таблицу. И если закрыть глаза на константу, это стоит вот единиц. То это просто единица такая довольно большая. Можно ли вопрос? Почему мы считаем, что у нас в наглядных уровнях как раз эффективный хэш независимый? Это правда, это просто экономит аддитивно. Потому что резонно ожидает, что средняя глубина до листа небольшая. И вычитая из него один или два, ты уже заметно экономишь. То есть даже один уровень сэкономить, ну там 10% производительности. То есть это никакая не асимпатическая экономия. Эта экономия чисто практическая. Есть еще один плюс у этой структуры. Она персистентная на самом деле. То есть вы можете легко взять snapshot, но правда немножко нужно вставку удаления поменять. Кто понимает как? Ну паскопинь. Это называется паскопинь, то есть копирование путей. Вот стандартный прием, как можно сделать дерево персистентным. Ну как, snapshot дерево это указатель на корень. Когда вы меняете какую-то вершину, то вы должны скопировать весь путь до корня, тем самым сделав копию дерева, которое делит с предыдущей копией значительное количество поддеревьев, они у них общие. Здесь можно сделать тот же самый трюк, но тут он эффективнее. Почему он эффективнее? Потому что дерево меньше высоты. Здесь дерево высоты, ну сколько это? Неизвестно, то есть мы же не знаем до конца мы кэша дойдем или нет. Скорее всего нет. Вы знаете, я думаю, что вот чисто так из головы мне кажется, что сколько бит нужно взять, чтобы дойти до листа. Мы же лист до конца не разворачиваем. Как вам кажется? У меня есть некая идея, но я не знаю. Н элементов. Вот мне кажется, что нужно, чтобы 2 в степени количества бит был порядком в квадрате. Потому что интуиция следующая. Если я возьму k-битные хэши и 2 в степени k будет больше, чем n в квадрате, то по парадоксу дней рождений, ну в негативном смысле, у меня не будет коллизий. Да, вероятность коллизий будет малая уже. Поэтому кажется, что нужно брать примерно 2 логарифма n-бит здесь, что в общем довольно мало. А с учетом того, что у нас ширина окна здесь 5, то, конечно, мы убегаем его дерево поиска, потому что осветление не бинарное, а 32 личное. Так. Сколько до конца? Плохо. Плохо. А можно ли повторить, как мы с прагментарностью творимся? Неизвестно. Можно статью почитать, я честно читал, не очень понял. В каких-то очень размытых терминах описано. Наверное, если начать писать код, то... Будет совсем плохо. Будет совсем плохо. Нет, если писать код, то можно что-то написать. Ну кажется, что в хорошем деле там будет какое-то распределение на вот этих вот вершинах, то есть какое-то количество вершин, которых один Филден, Владимсон, два и т.д. А аллокатор как-то должен учитывать это в спринеринге? Сейчас. Это что? Это вопрос или это ответ? Вопрос. Должен ли аллокатор как-то учитывать? Ну я не аллокатор, я не знаю. Но, наверное, мог бы... Ну там, скажем... Вот мне, честно, сходу у меня статистика распределения размеров непонятна. Я думаю, что... Ну, интуитивно кажется, что вершин малым ветвлением подавляющее количество. Ну и там дальше какой-то длинный хвост. И чем больше армин, тем меньше таких вершин. Ну, вроде как, естественно считать. Какая именно там кривая, я просто не знаю. Кажется, что доминирующее количество памяти мы тратим на... Длиннейшее время памяти тратится на вершины с небольшим ветвлением. А может это и не так, не знаю. Хочется, надо ставить эксперименты. Ничего сказать не надо. Так, давайте попробуем перейти конкурентной версии, потому что она забавная. Так, смотрите, конкурентная... Есть где-нибудь? Вот. Может, конкурентная версия. А, вот ей уже занимались люди очень, может быть, вам даже известных. Во-первых, Байго. Но не только. Там еще три товарища. Двух из них, возможно, вы знаете. Есть некто по фамилии Александр Прокопец. Возможно, слышали. Ну ладно, Марсин Адарский. Марсин Адарский? Скала? Танцузский. Адарский, может быть? Адарский, может быть? Адарский там был? Да. А. Ну ладно, это люди, которые занимаются... И по ФЛ есть такое вот место. Угу. Ну, в общем, ладно. Это люди, которые занимаются функциональными структурами данных. В данном случае утверждается, что все это чудо используется в стандартных библиотеках таких экзотических языков программирования, как Clojure, чтобы это не значило Haskell, и разных других. Не знаю ни одного из них, но слова такие вот есть. Так, ну что. Как устроена конкурентная разновидность? В первых, чего мы хотим? В идеале мы хотим структуру данных, которые допускают конкурентные вставки, удаления и поиски. Мы хотим, на самом деле, еще линия реализуемости, чтобы это не значило. Если вы не знаете, что это, то это не важно. Все равно я не успею ничего доказать сегодня и не смогу даже. Мы еще хотим возможность сделать снапшоты. Я про это тоже не буду рассказывать. Даже вот минимальный комплект, конкурентная типа хэш-таблица, с которой еще log-free, это уже некий челлендж. Будем честны. И вроде они не умеют это делать. Вектора персистентные напоминают их вектора. Вектора персистентные реализованы на век линии 32, если я правильно. Но 32 это придумал бэкбол. И мотивация была следующая, что нужно число, которое, будучи преобразовано в количество бит, дает что-нибудь естественное. А теперь четыре байта. Четыре байта под битмап вполне нормально. Почему тогда не 64, как 8? Потому что в времена бэкбол процессоры были не суббитные. А, хэш-64, потому что 300 мало. Да. Примерно так. Так, давайте я сейчас аккуратно перерисую из статьи некоторые загадочные определения. Потому что сейчас я буду на них ссылаться, и я очень не хочу оказаться в ситуации, что я назвал что-то не так. Итак, смотрите, как будет представлено дерево. Дерево будет состоять из узлов, и узлов тут много разных. Некоторые из узлов, они выглядят очень естественными. Некоторые выглядят более загадочными. Например, есть вот такие базовые примитивы. Есть примитив под названием S-node. S-node – это всего лишь пара плюс значения. Ну, лист дерева. Вообще говоря, тут есть трудность, что в листе у вас может быть целый список. И для того, чтобы с этой трудностью справиться, есть еще так называемый L-node, который содержит в себе список таких пар. Но, честно, и так все довольно сложно. Я не буду сейчас про L-node говорить. Мне кажется, он, по сути, ничего не меняет. Считайте, что это усложненная версия S-node, не более того. Далее. Далее есть такая штука, как S-node. S-node – это внутренний узел. То, что имеет литмы, а также каких-то сыновей. Что еще нужно? Да. Дальше есть две необъяснимых конструкции. Давайте я, наверное, перед тем, как объяснять необъяснимое, попробую вначале взлететь на этом. Мы довольно быстро поймем, почему это взлететь нельзя. Хорошо. S-node и S-node. Понятно ли? Дальше они хотя бы созданы. Ну, хорошо. Давайте попробуем на них взлететь. У нас ничего не получится. Ну, почему у нас ничего не получится? Допустим, у нас есть корень. Корень, судя по всему, это S-node. Замечательно. Как будет устроена вставка? Вставка будет устроена следующим образом. Вот у нас есть корень. Мы идем от корня по цепочке вершин. И в какой-то момент понимаем, что дальше нам идти уже некуда. Ну, потому что нет подходящей ссылки, или потому что мы пришли в лист, в котором написано другой ключ. Есть масса причин, почему наш поезд дальше продвигаться не может. Ну, например, мы оказываемся в вершине, которая есть сама по себе S-node. Это, пожалуй, первая естественная трудность. Мы оказываемся в вершине, в которой есть S-node, из которой не выходит подходящего ребра. Что нам нужно делать? Давайте вспомним, что в соответствии с генеральной линией партии нам нужно взять и создать новый S-node. Правда ведь? В общем, мы хотим взять и создать новый S-node. Возьмем его S-node. У исходного S-node были какие-то сыновья. Ну, видимо, мы должны взять и указатели на эти сыновья переписать сюда. А еще у нас есть новый сын, который S-node. Как вам такой план? Плохой. Неплохой, да? Плохой план уже. Мне кажется, пока неплохой, потому что я еще ничего не сделал. А еще надо как-то родителей... Нужно у родителя... Родитель тоже, конечно, синолог. Родитель синолог. Нужно в родителей пропатчить этот указатель. Пропатчить указатель — это небольшое дело. Есть такая штука, как Component Swap, которая позволяет легко патчить все, что удается. К сожалению, нельзя вот взять и просто у родителя поменять указатель на сына, потому что действительно тогда действие в родителей, которые появляются конкурентно, они начинают между собой конфликтовать. Если у вас никаких локов не берете, у нас лок-фри, в общем, это не работает. Более того, у нас есть план считать S-node и мутабельными. То есть мы никогда не хотим S-node менять по месту, потому что это точно путь к... Потому что мы потеряем что-нибудь там. Ставки у нас будут конфликтовать, удаления будут конфликтовать. Поэтому я не могу менять S-node. То есть мы глобально хотим весь путь на корне? Да, но мы этого тоже не хотим. Видите, вот тут возникает и уже возникает проблема. То есть мы могли бы S-node вот этот верхний поменять сразу же, а потом застраивать? Поменять сразу же бы на что? А если бы Лука пришла? Лука? Бывает такой, товарищ Лука. Надо притормозить, наверное. Может, пока мы тормозим? Притормозить, говоришь. Пока мы тормозим, еще один сок придет. А он тоже будет тормозить или что-нибудь? Неизвестно. Менять S-node нельзя. И вот возникает первая идея, фундаментальная, наверное, идея. Ввести еще один тип узлов. Он будет называться I-node. Я подозреваю, что I is all intermediate. Они будут мутабельными. Но I-node это всего лишь указатель на другой узел. То есть мы фактически добавляем еще один уровень индирекции и выглядит это так. Из S-node у нас идут указатели на I-node. Эти ребрышки надо подразбить. Из S-node идут указатели на I-node. Когда мы хотим заменить сына, мы меняем не в родительском S-node что-либо, а мы их заменяем в том I-node, который приводит нас вот сюда. Такой вот ванн. То есть фактически это вот что означает. Вот смотрите, вы создаете новую ветку. Вы создаете новую ветку, вот в старом понимании вы создаете S-node, например. Но S-node вы потом будете заменять на другой. Получается, что у вас у ветки нет никакого персистентного имени. Вы не можете сказать, я создал ветку, вот указатель на нее, и указатель никогда не применяется. Вы не можете себе такое позволить, потому что вершины потом вы будете копировать и заменять их на другие. Поэтому весь доступ мы делаем такой с дополнительной индирекцией. Вместо того, чтобы создать S-node просто, мы создаем I-node и выдаем указатель на него. И этот указатель никогда не применяется. А теперь из самого I-node ставим ссылку на S-node. И содержимое вот этой стрелки, последней, мы как раз таки будем менять постоянно. То есть всю конкурентность мы уводим в этот I-node, по сути. Весь контеншн, что есть, он вот на этом поле, I-node-node. И это поле мы обновляем с помощью Compromise Swap. Compromise Swap, это мы проверяем, что там тоже еще некоторое ожидаем? Мы проверяем, что там значение все еще старое, что реально означает, что никто еще не успел этот S-node заменить ни на что другое. И если нам все еще везет, мы этот S-node заменяем вот на этот S-node. Но заменяем на промежуточном слое, а не у родителя. А если не везет? А если не везет, то мы ретраемся, как обычно в RealGaming. Да, ретраем. Еще раз ретраем. В цикле. Ну, в цикле, да. В цикле, в принципе. Не думайте, что я буду что-то доказывать? Я подготовился. И на какие вопросы буду отвечать, что надо статью смотреть. Я хочу чуть формальнее объяснить, что будет происходить, потому что дальше это еще не все в общем. Чуть-чуть формальнее объяснить, что будет происходить в следующем смысле. Очень хочется поговорить, что такое children. Ну, children это как бы указатель, а вот указатель на кого? Вот указатель на указатель. Либо на iNode, либо на sNode. И даже понятно почему. Либо у вас syn это композит, и тогда композит нужно адресовать через прокси, через промежуточный слой. Либо syn это list. List это просто sNode, он не композитная структура, он заменяется всегда из is. И поэтому вот у вас есть sNode. Так, ну да, к сожалению, это еще не все. По некоторым причинам нужны еще так называемые tNode. TNode необходимы для того, чтобы поддерживать конкурентное удаление. Давайте попробую нарисовать картинку, с которой, мне кажется, многое прояснится. Почему есть проблемы с конкурентным удалением? А как бы вы стали его делать, это конкурентное удаление? Ну, допустим, мы сейчас в корне. Кстати, корень... Давайте я так нарисую. Удобно корнем считать iNode, на самом деле. Ну, потому что корневой узел уже будете менять. Наверное, пользуясь ли вы хотите отдать указатель, который никогда не меняется. Поэтому резонно считать, что вы отдаете указатель на iNode, а все замены корня проходят как заменная содержимая эту iNode. Итак, у вас есть iNode. В нем, допустим, есть iNode, у которого следующий слой. Снова, допустим, iNode. Снова iNode. Снова iNode. И, допустим, здесь у вас iNode. Вот такая картинка. Допустим, вы этот ключ хотите удалить. Найти его не проблема. Давайте прикинем, как мы будем его удалять. Так, чисто интуитивно. Вот нам нужно взять и, смотрите, эту веточку отрезать. Мы хотим отрезать ветку до... Докуда? Тонкий вопрос, докуда. Давай вначале с простого начнем. Я хочу, чтобы этот... Я хочу удалить. То есть мы не пытаемся почистить за собой всю память? Вообще будем пытаться. Мы будем пытаться достичь того, что у нас не будет длинных-длинных цепочек без ветвления, оканчивающихся листом. Вот в этом трудности. То есть в оригинальном неконкурентном алгоритме не бывает так, что у вас цепочка без ветвления идет до самого листа. Это означает, что вам лист реально нужно подцепить его выше. И вот именно в такую ситуацию легко попасть, если вы сначала много вставляете, а потом начинаете много удалять. Вот хочется эти промежуточные уровни иерархии схлопывать. Сделать это в лог-фри режиме крайне сложно. Я сейчас попробую показать типичные трудности, которые здесь возникают. Для понимания, правда, что если делита нет, то вроде как все уже готово. Если делита нет, если это инструкционная структура, вот можно ограничиться примерно вот этим, и это, кажется, написать можно за 15 минут. То есть это реально просто. 15 минут какой-нибудь... Петя Митричева. Петя Митричева, да, точно. За наших 15 часов, допустим. Все вместе. 15 человек часов. Вместе больше. Да, вместе больше. Назначим менеджера. Строим goals. Green-white. Ну, ладно. Так, все. А если мы не хотим сломать, то у нас тоже все работает? Да. Мне кажется, да, но давайте посмотрим. Давайте посмотрим хотя бы, как примерно будет работать удаление. Ну, ничего пока не посмотрели. Так, я хочу от этого листа освободиться. У меня нет желания принять этот ключ. Что я делаю? Ясно, что я должен изготовить новый sinoут. Смотрите. Я должен изготовить новый sinoут, который устроен как? Который ссылается на те же вершины, на которые ссылается старый, минус еще один лист. После чего выполнить один cas. Вот где я этот cas выполняю? Вот здесь. Совершенно правильно. Вот это переключение, это comparative swap. То есть я атомарно подменяю указатель этот на указатель этот, предположение, что указатель все еще старый. По-моему, это будет работать. Но мы, конечно, пойдем дальше. Куда мы пойдем дальше? Мы пойдем дальше вот куда. Смотрите. Такой ужас. Ужас следующий. А, допустим, я хочу, чтобы... Вот у меня iNode, вот у меня sinoут. У этого sinoута есть еще один sin. Помимо моего sinoута, но ровно один. Я беру и удаляю сына. Реально это меня приводит к дереву вот такой структуры. iNode, sinoут, iNode. После чего что? sinoут с одним сыном. Плохо. Ну, как плохо. Для определенности пусть это ясноута. Иначе может еще и неплохо. Если там дальше есть ветвление хотя бы одно нитривиальное, тогда все нормально. Но все равно я не могу себе позволить ничего лучшего. Но если у меня, допустим, было два S-ноута, я вот это удалил. Ну, окей. Тогда вот такая конструкция. Вот такая конструкция, она плоха тем, что тут есть промежуточный уровень без ветвления. Нам еще надо уметь понять, чем заканчивается, ветвление или нет. Верно. Но даже если бы мы смогли понять, можно это сделать оптимистически. То есть прочитать и, если тут все еще так, то попытаться что-нибудь сэкономить. Ну хорошо, давайте попытаемся что-нибудь сэкономить. А вот какого дерева мы ожидаем? Мы, наверное, ожидаем... Давайте для ясности, чтобы была ясность какая-то. Допустим, тут есть какая-то левая ссылка еще. Ну, ICS. А? Ну, а и потом S-ноута. Ну, да. А реально мы, наверное, хотели бы получить картинку вот такого вида. Я пока не попросил оптимистичность. А что, если в этот момент времени нам действительно надо сжимать, тогда мы, когда мы реально этим займемся, в этот момент уже кто-то успеет... Вот мы сейчас про это и поговорим. В этом и есть оптимистичность. Оптимистичность в том, что работать с этим не будет. Будем считать это оптимистичностью. Хотя некоторые считают, что это просто так. Вот смотрите, мы хотим вот так вот сделать. Правда ведь? Ну, хотеть-то мало, надо это сделать. Как это можно сделать? Смотрите. План следующий. Перейти вот в эту конфигурацию можно компарент-слопом. Нет таких проблем. Дальше, видимо, нужно заметить, что тут есть некая длинная цепочка без ветвления. Изготовить копию сеноуда, который ссылается на что? Ну, ссылается сюда и сюда. И постараться выполнить вот такое переключение с помощью компарент-слопа. Почему это плохая идея? Потому что компарент-слоп у нас, как называется, single word. То есть мы можем только в одном машинном слове сделать это моргую замену. Предположение, что означение старое. Конкурентная вставка могла пройти от корня и вставить что-нибудь сюда. Мы сейчас, допустим, решили, что у нас реально не так все будет происходить. Важно понять, что реально будет происходить не как я нарисовал. Не знаю, что нам надо снизу по чуть-чуть срезать. Не знаю, что нам надо снизу по чуть-чуть срезать. Реальность синода не мутабельная, поэтому не может усилить. Вот смотрите, проблема в чем. Легко делать конкурентные алгоритмы, которые на мутабельных структурах данных. Потому что, когда у вас нет разделяемой для записи памяти, конкурировать вам не о чем более-менее. Наверняка есть какая-нибудь корневая ссылка, за которую вы конкурируете с помощью компарент-слопа, но это более-менее закончится. Но здесь у нас есть и хорошие новости, и плохие. Хорошие новости состоят в том, что синода не мутабельные. Мы никогда их не меняем по месту. Но вот за iNode у нас есть конкуренция. Весь контакт на них. То есть реально могло происходить следующее. Пока мы вот тут вот думали не почистить нам дерево, вместо этого синода был сделан другой синод, у которого уже два сына. И вот эта вот стрелочка переключилась вот сюда. Тогда наша попытка выполнить такую очистку придет к тому, что мы потеряем ставку. То есть нужно промежуточная ноута занять на tNode? Сейчас я объясню, что такое iNode и что такое tNode. Надеюсь. Для решения этой проблемы вводятся новые понятия. Понятие tNode означает t. TNode? Нет, очень странное название. Я, кстати, не понимаю, почему оно такое. Это tombstone node. Могильный камень. Обычно могильным камнем называют то, что скрывает удаление. То есть то, что ставится вместо удаления. И то, что реально ключом уже больше не является. Здесь это не так. По странным причинам, которые я не могу понять, tNode всего лишь маскирует за собой некоторую часть дерева, позволяя в некотором смысле отключить вот такой вот контеншн, который здесь происходит. Ну, сейчас я попробую рисовать картинки. То есть он не отмечает ничего как удаленное. Такой семантики у него нет. Что такое tNode? На самом деле tNode это тоже еще одна прокси вершинка. Значит, tNode это прокси на sNode. Так, теперь давайте еще скажу для полной этой картины. А вот iNode. А вот на что iNode может указывать? Как вам кажется? На sNode. На sNode. На sNode. Ну, в статье это называется емким словом main node. На категории значения c++. Вот. Но на самом деле, значит, с точностью до того, что я хочу здесь сделать, это мне... Я lNode вообще рассматривать не хочу. Короче, либо cNode, либо sNode. И получается, что sNode к c крепятся тоже через iNode? Еще раз. sNode к cNode крепятся тоже через iNode? Нет, потому что cNode в качестве children имеют либо iNode, либо sNode. А как тогда iNode может смотреть на sNode? iNode... Может ли она смотреть сейчас? Мне тоже это странно. Нет, я неправильно сказал. Конечно, не может. Натянуло. Давайте я сейчас нарисую, потому что иначе, мне кажется, поеду вообще ничего не принято. И так. Итак, смотрите. Ну, какие операции нужно рассмотреть? Нужно рассмотреть вставки, удаление и поиски. На первый взгляд может показаться, что вставку и удаление мы уже рассмотрели. Но, к несчастью, нет. Потому что мы хотим вытемлог-фри. Я не знаю, те из вас, кто вытемлог-фри, я вытемлог-фри писал, те понимают, что для того, чтобы вытемлог-фри нужно, чтобы операции, которые читают, они в том числе помогали тем операциям, которые пишут. Ну, причина примерно следующая. Операция, которая пишет, она может оставить вашу структуру в некотором промежуточном состоянии, а потом этот ряд может быть заморожен произвольно долгое время. И это состояние, это, ну, в каком-то смысле мы взяли лог. Ну, не совсем лог. То есть не то, что те, кто читают, будут делать спинвейт на этом логе. Нет. Те, кто читают, должны эту ситуацию корректно распознать и помочь тому заснувшему писателю, который вот почему-то заснул, свое дело закончить. Правильно я объясняю? Вообще-то не обязательно. Ему главное распознать одну версию, либо старую, либо новую, либо дефиксировать. Окей, давай так скажу. Если будет происходить то, что я описал, то, наверное, это будет неплохо. То есть не является необходимым, это, наверное, достаточно скорее. Хорошо. Как же в деталях это будет устроено? Ну, смотрите. Давайте я попробую, возможно, начать. Вот про удаление вставку, про удаление поиска, про вставку и поиск пока ничего говорить не буду. Лучше давайте немножко обсудим удаление, потому что оно, оказывается, приводит к появлению этих тенодов. И тут станет яснее, почему теноды нужны. Итак, допустим, мы идем из корня. Ой, нет, у нас айнода. Айнода ссылается на синоду, которая ссылается снова на айноду, которая, допустим, ссылается на синоду. И вот тут у нас тест. Ну, совершенно понятно, что, двигаясь сверху вниз, вы эту конфигурацию можете распознать. Дальше вы захотите, наверное, эту эску удалить. Как вы в точности это будете делать? Ну, а первым делом вы можете попробовать заменить вашу синоду на новую синоду, в которой этой эски уже нет. Старым способом мы заменяем путем comparative slope вот здесь. Отлично. И вот пусть теперь после этого оказывается, что у нас проблема. Именно у нас есть синода, у которой ровно одна ссылка, и это эснода. Явно вот этот уровень лишний. Вот что на самом деле мы хотим сделать, если забыть про конкурентность? Мы хотим эту основу куда прикрепить? Вот сюда он прикрепить, да? Причем без этих проигрышных прокси. Но, как я уже описывал, это сложно сделать. Вот, поэтому происходит некоторая такая загадочная манипуляция. А именно, вместо того, чтобы строить такой фрагмент дерева, давайте построим фрагмент более сложный. Давайте построим T-ноду, которая будет на нашу S-ноду. Итак, если... В смысле, на ту, которая удалена или все-таки на другую, которая... Еще раз? Ну вот у нас из S-ноды самый последний уходил... Давай так, смотри, пусть тут S-нода, которая называется alpha, это вот alpha. Важность. Бету мы удаляем. Итак, мы пытаемся удалить B, для чего мы изготавливаем новую копию S-ноды. Ну, начинаем изготавливать и понимаем, что какая-то бракованная S-нода выходит. Набракованная тем, что у нее одна валетность всего лишь, и она смотрит на S-ноду. Это одна и та же alpha. А? Одна и та же alpha. Одна и та же alpha, да. Потому что ее разными нарисовало. А, смотри, одна и та же alpha. Это одна и та же alpha, но хорошо. В смысле, эта стрелка идет вот реально вот сюда. Вот сюда. Я бы так нарисовал. А, хорошо, да. Спасибо, да. Давай вот так. Отлично. Значит, в этой ситуации мы отказываемся от плана создавать всю ноду и создаем, допустим, вспомогательную T-ноду. Вот T-нода, вот даже по своему определению, это нода, под которой я снова. Ну, просто ладно, вы слышите первый раз, а я уже, не знаю, второй день, пытаюсь понять, что здесь происходит. И для меня это, естественно, звучит. Мне сейчас стыдно, но это для меня звучит уже естественно. Итак, вот у вас иногда бывают листья, которые с ноды, но иногда над ними еще висит T-нода. Такой маркер, что сейчас мы это место в дереве начнем улучшать некоторым образом. Каким же образом мы это место начнем улучшать? Мы хотим некоторыми локальными трансформациями пытаться S-ку поднимать, перестраивая, значит, дерево все выше и выше. Ну, давайте попробуем понять, как это делать. Вот первая фундаментальная трудность, которая возникает, состоит в том, что мы не хотим, что... Ну, давайте операция поиска. Операция поиска идет сверху вниз. Совершенно понятно, что делать операции поиска, если она увидит C-ноду. Надо ветвиться и смотреть, куда идти. Совершенно понятно, что идет операция поиска, когда она видит S-ноду. Надо проверять ключ. Ну, I-ноду надо просто проскакивать дальше. Ну, допустим, операция поиска, извините, попадает в T-ноду. Это же понятно, идти дальше вниз? Нет. Нужно помочь вставке. А, помочь сначала. Помочь вставке. Вот мы поддерживаем вариант, что... Сейчас оказываются слова, я не знаю, что если врачу доказывают. Мы просто поддерживаем. А можно более камерный вопрос? А если insert пришел в T-ноду? Insert? Либо insert, либо delete, либо backup, пришедшие в T-ноду, начинают... Сначала доделывают дело. Да, начинают запускать некую вспомогательную операцию, которая здесь, в статье, называется. Понятно. Для этого... Называется она clean. А для этого, видимо, T-нода и нужна, чтобы маркировать, что надо доделывать. Это, в некотором смысле, заблокированное... Ну, не то, что заблокированное. Это место дерева, которое не до конца нормализовано. И дальше всем миром пытаться это место как-то упростить. Так вот, в статье используется операция под названием clean, которая устроена следующим образом. Во-первых, важно понимать, что когда вы идете сверху вниз, вы можете помнить не одну текущую вершину, а можете помнить фрагмент пути длины 2. То есть, родителя... То есть, мы процесс удаления заканчиваем на создании T-ноды и... Нет. Я удачно стер. Нет. Мы все-таки пытаемся в этом месте поправить ситуацию. Я это потом нарисую отдельно. Давайте пока считать, что нет. Просто, смотри, если процесс удаления остановить на том месте, на котором я нарисовал, алгоритм будет корректным. Ну, просто получается, что удаление в некотором смысле отложенное. То есть, удаление это само не отложенное, но очистка дерева отложенная. То есть, для того, чтобы дерево реально подчистилось, мы должны в этом месте прийти операции какой-нибудь типа look-up или какие-нибудь in-circle прийти. Ну, обычно мы так не хотим. Обычно мы хотим, чтобы, если у вас конкурентная структура и вы в неконкурентной среде, то все-таки потребление памяти падало без посторонней помощи. Мы попробуем удалим, потом попробуем очистить сами, но если кто-то успеет быстрее нас... Ну, то, значит, и будет, да. Да, и больше. То есть, смотрите, при удалении там есть типичный, ну, типичный вокфрик программировании какой-нибудь цикл, который делает постоянно попытки подменить что-то через compare-in-swap. И в удалении там есть две фазы. Первая фаза, после которой ключ уже удален, но дерево еще не подчищено. И там есть такие retry. То есть, мы пытаемся в этом месте таки выполнить удаление. Потому что если мы не можем удалить удаление, мы просто рестартуем с самого начала. Вторая фаза, она уже такая необязательная. Это фаза подчистки. Если нам не удастся ее выполнить, это просто означает, что кто-то успел до нас, и тем лучше. Еще раз, почему сначала стартуем? Ну, совсем с самого начала. Там надо смотреть, совсем ли с самого начала, а на самом деле... Знаешь, сходу не отвечу, надо смотреть аккуратно. Либо с корня нужно перезапускаться, либо, может быть, надо просто пересоздать сеноту заново и попытаться подменить в айноде указатель. Поэтому, может быть, этого достаточно. Давайте, тем не менее, обсудим, как вообще лукав, например, помогает удалению. Вот, допустим, вы делаете лукав. Вы идете сверху. Предлагается помнить в вашем текущем состоянии два уровня. Текущий уровень и уровень родительский все же. Итак, предположим... Смотрите. В смысле, здесь два нода. Сейчас. Сейчас все будет. Не волнуйтесь. Это как бы parent, а это как бы... Ну, а его назовем. Текущие вершины. Мы помним не C ноду, а ведущую. Во-первых, смотрите. Помнить C ноду почти никогда не имеет смысла. Лучше гораздо помнить айноду, на которую она указывает. Потому что, если вы хотите конференцию оба сделать, C нода вам не поможет. Вам лучше помнить один уровень наверх. Поэтому мы помним текущую вершину айнода и родителя, который тоже айнода. Как бы так не получилось, что, когда мы спускаемся вниз, айнода уже поменялась, и мы parentом идем в другую ветку. На этот случай есть специальная защита, некоторую вижу, о которой уже сейчас не знаю. Я уже привык за время расскажешь, что защиты хватает. Ну, я в этом не уверен. Там будет доказательство вроде, что их хватает, но я бы не стал выбирать. К счастью, все на Java написано, там хотя бы Signitation Fold не будет. Кажется, худшее, что может быть, мы ключи потеряем. Разве Java в точке конкурентности не умеет портить? Java в точке конкурентности совершенно феорический язык. Любая виртуальная машина с рифкаунтами, с гармич коллекшеном. Она дико тормозная или все-таки умеет падать? Она дико тормозная. Она скорее первая, чем вторая. А падать она не умеет. У нее нет ABBA проблемы по понятным причинам. У нее нет проблемы с рекламом памяти. Почему это плохо, тоже понятно. Потому что у тебя Stop the World периодически или расход памяти какой-нибудь конский. Так, хорошо. Я, кстати, не знаю. Говорят, что в языке раз реализована эта структура данных. Может быть, Степа дождится? Нужно написать, мне кажется. Ну, мог бы, кстати. Если фанат мог бы. Так, хорошо. У нас двух компаний есть. Давайте разберемся, как в этом случае нам помочь. Ну вот, мы идем, 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 и мы видим T-ноду. Значит, в этом случае запускается такая процедура, которая называется Clean. Ну, не знаю, говорящая ли название и говорящая. Что делает процедура Clean? Как вам кажется? Она хочет подвесить нижнюю T-ноду к верхней i-ноде. Ну, совершенно правильно. Совершенно правильно. Создается новая C-нода. C-нода? Конечно. А что же можно создать? Зачем вам сейчас C-нода? То, что нужно. Не, мы должны к C-ноде подвесить старую С-ноду. Да. Так, сейчас я сам... Мы хотим S-ноду пропустить. Мы хотим убрать... Либо C, либо T-ноду. Мы хотим убрать... Эту S-ноду повесить вот сюда вот. Может быть, один, Сэм. Не, может. И тогда ты потеряешь T-ноду, Макс. И нормально. Вот, смотрите. T-нода очень специальная. T-нода – это в каком-то смысле залоченная C-нода, которая уже больше никогда не меняется. Вот есть... Давайте я такое свойство выскажу. Кажется так, оно важно здесь для понимания. Все оно важно для анализа, но оно важно для понимания. Вот у вас есть i-ноды. i-ноды – это прокси, да? То есть, они постоянно на что-то указывают, но то, на что они указывают, оно постоянно меняется. Плохая ситуация. Трудный анализ. Но есть следующий фундаментальный вариант. Если в какой-то момент i-нода начала указывать на T-ноду, то эта связь жесткая. Это означает, что эта ссылка никогда уже не поменяется. То есть, я на это предлагаю смотреть вот как. T-ноды – это такая специальная разновидность C-ноды, которая залочена вот в этом состоянии с единичной эволентностью, и дальше просто умрет. В какой-то момент. Ну, тем не менее... Почему от i в s тогда сразу не проводить? Почему от i... А, понятно. Что просто разновидность? С проводить? От i в s сразу без T. Если i же... Из i не может быть в s-ноды. Почему? Ну, посмотри на сигнату. Так может разрешить? Нет, ну, может быть, но просто... У меня все сломается. Я не хочу, что сейчас сломалось. Нет, если из i в 3 минуты осталось, то ты предлагаешь поменять требования. То, что... То, что я и так не понимаю, что... То, что я и так не понимаю, что... Да. Мы выяснили, что там все плохо. Почему предлагается вернуться к этой схеме? Не надо вращаться в своей схеме. В ограде. Маркс, подскажи, пожалуйста. Вот если мы сейчас... Забудим о том, что у нас была T-нода. Мне просто интересно, чем дальше. Вдруг там была гораздо более длинная кишка такая, и мы хотели... На самом деле, с этой T-ноды нужно протащиться нам до самого верха. А это будет происходить итеративно. Так мне это нужно, чтобы после этой операции T-нода снова возникла. Нет, смотри. То, что я сейчас описываю, это операция клин, которая случается, когда поиск сверху вниз пытается пройти через T-ноду. Верно. Хорошо. Если я исправлю в одном месте, меня это устроит. Я в этом месте T-ноду ликвидирую, и все. У меня нет, снова возникнет T-нода. Нет, смотри. Еще раз. Если... А? Возможно, я не взял. Может, если T-нет, то не стоит. Да, тогда будет новая T-нода там. Будет новая T-нода. Сейчас. Хорошо. Давайте вот для этой конкретной картинки я нарисую, что будет происходить. Смотрите. Если у вас картинка вот такая, значит, по принципу, если так, то делай так. Вот смотрите. Если так, то делай вот так. Ох, на экзамене я бы не упомянулся. Ну, да. Не знал. Нет. Мои приятные мысли себя визвела в такой ситуации. Смотрите. Здесь вот такое переключение. Разумно? Да. Такое переключение можно сделать на компенсфобе. Такое переключение безопасно. Вот, понятно ли, какую проблему мы ликвидировали с помощью T-нод? Что никто не поменял. Правильно. Потому что раньше мы пытались два уровня сразу схлопнуть и на промежуточном уровне, который C-нода. Пока мы тут вот стрелку переставляем, могли уже что-то вставить. Теперь на промежуточном уровне стоит T-нода, которая в принципе ни во что больше превратиться не может. То есть T-нода позволяет делать, короче, два разных компенсфобе произведенных по времени. В каком-то смысле заменив C-ноду на T-ноду мы взяли лок. Лок взяли. Взяли некий лок. Хотя это лок при алгоритме, мы все равно взяли лок. Просто этот лок не мешает читать. Потому что чтение может этот лок снять. Но что-то снять лок это немножко улучшит структуру. Так. Вы, наверное, хотите спросить, а что делать, если кишка была длинная? Такой лок. Ну, знаете, надо заменить. Да, смотрите. Что значит кишка была длинная? Это означает, что у этой C-ноды всего лишь один сын. Возможная ситуация. Что мы делаем? Что мы делаем? Мы не цену должны создавать, а Матлевину, кажется. Кажется. Совершенно правильно. Мы должны эту C-ноду залочить. Пытаться ее залочить, заменив ее на T-ноду. Может прям тут взять? Может тут взять? Может тут взять? Ну это вопрос кода, кажется. Слушайте, у нас Java. Зачем нам использовать старый объект, а можно создать новый? Java это функциональный язык. Нет, ну слушайте, это правда не в стиле, конечно. Я просто... Чем больше garbage, тем быстрее работаю. Еще 20 минут назад надо спросить тебя. Почему ты говоришь, что мы после... Короче, что мы всегда выкидываем и T, и больше нового T не создаются, когда оно... Неправда, нет. Неправда. Неправда. Ну а вот так, делай так. А если так, то делай так. А дальше? Списать код, короче. Все на работу. Нет, я еще не объяснил, конечно, другую фундаментальную функцию, которая называется clean parent. Очень похоже на clean, но clean parent. Вот clean parent выполняется в самой процедуре удаления, то есть, как я уже объяснял, удаление двухэтапное. Вначале мы действительно удаляем ключ и оставляем, может быть, неподчищенное дерево, вставляя T-ноду. Если мы на это прервемся, ничего делать больше не будем, он корректный, просто дерево остается в таком положении, что он не потребляет много памяти. Но, к счастью, в операции удаления есть попытка эту T-ноду ликвидировать немедленно. То есть, ставя T-ноду, мы берем lock в некотором смысле и тут же пытаемся от этого lock избавиться. Может быть, clean parent успеет, а может быть, в это время придет операция, которая сверху вниз и за нас это все подчистит. Это вот я не знаю. Почему? Она не clean же. Она очень похожа на clean, но там еще нужно проверить, что у тебя отношение между родителем и сыном все еще отношение между родителем и сыном. Сейчас я объясню. Итак, есть вторая операция. То, что мы стек запомнили, это с начала не означает. Ничего не означает. Никакого владения не могут взять. Ничего уже могли развалиться. Давайте я покажу, что это. Для этого нам придется снова все стереть. Может, уже перевернем? Нет, серьезно. Сейчас там уже лучше, чем он. Она так не крутится там в залочном. Вот. Вот. Смотрите, тут есть такая синяя сторона. Ты уверен, что здесь лучше? А я возьму какой-нибудь... Здесь голодень. Нет. Она не синяя. Она с красного. Я просто зеленый взять. Да, не белый. Белый? Тряпкой писать. Итак. Предположим, что... I-node, C-node... Красный? Да. Мне отсюда плохо. На камере вообще ничего не видно. Хорошо? О, я застереть. А может, если стереть, можно стереть и писать? Так. Хорошо. Смотрите. А так лучше видно? Да. Итак. I-node — это который корень. Потом идет C-node. Какая-то маска-то голосная. I-node. Потом C-node, который ссылается на S-node. Реально там сейчас что-то сверху, то есть это не самый корень. Но, допустим, удаляем эту S-node. А можно по решению? Нельзя просто в удалении сказать, что давайте после удаления запустим поиск. Если поиск упрется в T-node, то сотрем ее. Ты назвал глупым решение. Да. Глупое решение. Я согласен. Но будет же работать. Будет, наверное, работать. Да. Будет работать, просто это глупое решение. Ну... Сейчас окажется, что у авторов так же. Нет, у авторов не так же. У авторов... Смотри. Мне кажется, я могу путь, но мне кажется, у авторов то же самое, что ты говоришь, только запускаемся мы не из корня, а мы запускаемся недалеко от точки, где мы удаляли. Ну, бессмысленно проходить весь этот путь. Да, понятно. Мне кажется, надо написать этот алгоритм, чтобы полностью понять. Ну, он написан. Только это не помогает. После очереди... Вы знали, каким образом я пытался с ним разобраться? То есть, есть способ почитать исходный код? И на작нику Ivan Pavadze. Не писал. Не писал. Нет, там есть всегда квадрат авторский. Но авторы и разобрались. Есть вариант почитать исходный код, есть вариант почитать статью. Если вариант почитать переменный исходный код статью, вот ни один из них не работает. Вот. В итоге сказал, что надо читать 5 раз исходный код, потом смотреть 5 раз статью, 雨 потом уже писать самому, потому что... Ну, реально сложно. Я не знаю, почему, может, с непривычкой, но правда сложно. Хорошо. Итак, удаление. Первый шаг удаления. Ну, что первый шаг удаления? Первый шаг удаления... Замечаем, что у этой C-ноды больше нет сыновей, и мы ее в каком-то смысле лочим. Лочим — это означает, что создаем C-ноду. С помощью compare-in-swap перестраиваем вот так вот стрелочку. И здесь делаем S. После чего... Вот, кстати, я сказал, что это глупый алгоритм. Ну, сначала глупо так делать не надо, но, кажется, очень хороший способ объяснения. Что реально дальше делает делит? Делит как будто бы запускает лукап вот этого ключа вот отсюда. То есть, фактически, мы пытаемся пройти по вот этой цепочке, и может оказаться так, что за нас уже кто-то от этой C-ноды избавился, или может оказаться, что на самом деле вот этот C-нода уже была заменена на другую, и тут как-то все перестроилось. То есть, меня на купосте неизвестно. У меня вообще нет проблем, мне уже все хорошо. Нет, ну, в смысле... Я не знаю, будет понятно, что будет происходить? Да. Конечно, будет происходить, даже вроде понятно. Хорошо, давайте я нарисую, вот реально, что здесь будет происходить, если нет конкурирующих кого-нибудь. Что мы делаем? Мы видим, что есть C-нода с одним сыном. Этот сын, это I-нода, под которой C-нода. Мы пытаемся залочить эту C-ноду. То есть, реально, мы рисуем вот такую вот C-ноду. Ну, это IT-серая. Под ней рисуем I-ноду. Под ней S. Зачем мы Май-нода? А? Зачем мы Май-нода? А, да-да, прошу прощения, тут же прямая связь всегда, да? И что? И пытаемся вот стрелку перекинуть вот так. Comparant slope. Ну да. Если comparant slope будет неудачен, это означает, что кто-то уже вмешался в окрестности этой пары вершин и что-то сделал. Видимо, в той части статьи, которую я не осил прочитать, написано, почему тогда все хорошо. Так, а когда у нас делит все-таки завершается? То есть, мы как бы... В самом конце. Нет, ну, в смысле, когда у нас делит, что она вам скажет, что окей, вот это обмен. Нет, он пытается, ну, он пытается вот эти махинации проделать, да? То есть, в худшем случае, смотрите, если у нас делит, который... У нас на ключ удаляют. Удаляют единственное... Нет. Сейчас важно понять следующее. Делит должен удалить. То есть, пока ничего не угодно. Смотрите, важно понять следующее. Если у вас до выполнения делита делит был корректным, в том смысле, что там не было бестолковых ответвлений таких вот, то для того, чтобы удалить ключ и снова в дерево отрезать все лишнее, не нужно подниматься до корня. Это правильное утверждение? Ну, не нужно. Только дерево будет какое-то там. Потому что, смотрите, у вас на предыдущем уровне, у вас сено, да? Дерево формально корректно. Либо потому, что мы это закончили. все делать до корня, либо потому, что мы дошли до ситуации, что у нас C-нода, у которой более одного сына, тогда C-нода пропадает тоже, конечно. У нас C-нода пропадает, и я свяжу... Окей, давайте нарисуем эту ситуацию. Допустим, у нас выше вот такая конфигурация. Еще раз, алгоритм у нас такое. Мы пытаемся сделать compareNswap на T. Если не получилось, мы ищем ключ теперь от этого, от того I, который вы помнили, от того указателя, и удаляем там, или что мы делаем? Еще раз. Что делать, если Кас не прошел? Да. А вот смотри, как я понимаю, я могу понимать неправильно. Как я понимаю, мы ничего после этого не делаем. Мы считаем, что с этим T уже разобрались. Потому что, вроде как, причина, по которой compareNswap может фейлиться, означает, что через то же место дерева прошла какая-то вставка удаления, или что-либо еще, и оно уже от этой ноды отказалось. Нет, так вставка могла в си ноду вставить что-то, прям тут и туда вглубь не заходил. Вставка могла в си ноду вставить вот здесь, да? Да, да. Подменить вот этот I на новый C как раз. А, я понял, да. Да, я согласен, но там интересно делается. Там любая функция вставки, это реально обертка поверх функции, которая может вернуть флаг restart, и это тогда реально означает, что у нас все идет заново. Я не помню, ответ был да или нет, если ты был да или нет, то ответ да. А для какой вопрос? Помнишь свой вопрос? Нет, мой вопрос был, что делать, если касс не прошел? Ответ да не годится. Да. Пытаться. Если касс не прошел, пытаться заново. Пытаться. Пытаться что? Пытаться заново. В смысле, ты берешь? Нет, ну как-то, у нас теперь указ... Логично просто взять S и... Пытаться пройти этот фрагмент от родителей. Заново? Нет. Нет, пытаться от считанного нового значения, которое кто-то пофиксил, считать все заново и провести удаление заново. Как еще? Нет, лучше заново. Мы же не знаем. У нас на стеке записано, куда у нас эти I указывали. Нет, подожди. Ты спалил, что те, кто-то пофиксил твою I ноду. Ты просто вынужден все сделать заново с вот этой новой пофиксенной I нодой. То есть операцию двигать. Я как-то не... Нет, я уже надфину... Ты про удаление говоришь. Я сейчас про удаление. Про удаление. Да, про удаление. Ну как бы надо рестаркнуть процедуру от этой новой пофиксенной I нодой поменял, то, естественно, все дерево там... Смотри, вот я сейчас воспользовался подсказкой и посмотрел про исходный код. Если какой-то компарент слог падает, после этого рестарт запускается с нуля. Даже несмотря на то, что ты ключ уже удалил. Это не важно. С нуля в смысле с корр. С нуля, это как пускай. Хорошо. Так, я согласен. Это немножко странно, потому что получается, что ключ мы удалили, а после этого можем удалить его еще раз, если, например, вы успели вставить между нашими попытками. Вот это я не скажу, что я хорошо понимаю, почему это корректно. Потому что кто-то помог удалить, да? Нет, мы не могут вставить, потому что тот, который вы пытаетесь его вставить, вы сначала пытаетесь его удалить. А может процедура? Подождите. А может успеть его удалить, вставить, а вы тут простулись или отворки? У нас процедуры, которые фиксят дерево, так? Они как бы не удаляют элементы. Нет. Ну, это ты утверждаешь так, а я вот смотрю исходный код. Мне кажется, что не виднее. Если ты не успел с вами первого этапа, то у меня нет проблем. Нет, нет никаких проблем. Тут все корректно. У вас есть S-нода, она не удалена из дерева, так? S-нода, да. Ну, то есть она вообще не удалена. Нет, честно. Вот эта нода или какая? То есть, если у тебя на самом деле удалена? Вот эта вот S-нода, она еще не удалена. Удалена вот другая, удалена вот эта. Я пытался удаление нарисовать всего лишь. Ну, кажется, что нужно удалять только в самом конце, когда мы уже пофиксили дерево. В самом конце нельзя удалить, потому что, ну как, чтобы пофиксить дерево, нужно уже привести его в состояние, когда ключа нет. Так не будет. Нет, ну имеется в виду, что у нас вот из вершины S, да, торчит одна вершина S, мы должны в последнюю вершину удалить. Ну, хорошо, а вот глобально, вот как вам кажется, корректно ли перезапускать удаление с нуля? Так не нужно, конечно. Должно быть корректно, если мы знаем, как устроены процедуры. Все операции пытаются закончить, на самом деле, все операции пытаются избавиться от T-нода. Нет. Трюк. Вот трюк есть. Да, давайте запомним T-ноду и запустим операцию, которая пойдет по нашему ключу. Если найдет T-ноду, начнет дальше исправлять. Трюк колесничанка. Трюк колесничанка. Я считаю, что T-нода перманентна, например, то казалось бы. Он предлагается просто фиксировать дерево до победы, и только потом удаляясь. Ну, просто по-честному удалять, действительно, это странно. Нет, ну, вот еще раз. Я смотрю, в исходном коде написано почему-то хвостовая рекурсия, почему-то, которая запускается, когда мы не смогли удалить, мы пытаемся удалить заново. А, то есть в формате если не работает, то запустим. Нет, 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 все, я прошу прощения, это не совсем так. Вот флажок рестарта может быть возвращен, только если нам не удалось самоудаление. А, понятно, тогда понятно. Очистка, очистка, если очистка фейлится, считается, что это ок. Ок, в смысле, мы бросаем все. Ок, мы оставляем как есть. Понятно. Ну, мне кажется, это понятно. Не очень хорошо, но так будет работать, по крайней мере. Корректность будет, кажется, верно. Ну, не будет удаления поиска. Ну, вот процедуры, которые по фиксидерированы, они вообще однообразны, что для Делита, что для Иксерта. В целом, да, хотя тут написано нечто, ну, уже оптимизированная версия приведена. Судя по всему, там, ну, развернуты те условия, которые, очевидно, будут истинны, если звать его в контексте вставки, удаления и поиска, поэтому... Ну, мы же не можем это гарантировать, мы не можем этого гарантировать, потому что у нас конкурентная как бы среда и... Нет, нет, ну, написать код, который разбирает ставку удаления и поиска отдельно, можно, в смысле, авторам удалось. И там две разные процедуры очистки, хотя, действительно, одной, кажется, достаточно было бы. Просто она чуть менее эффективна была. И то не факт, там просто проверки... Я не знаю, что можно говорить об эффективности. Да, о, кстати, утверждается, что это весьма эффективная штука. Помимо того, что утверждается, что это корректная штука, утверждается, что это еще весьма эффективная штука. Я, правда, не знаю, насколько эффективно это будет работать, если писать на C++. Я правильно понимаю, что это просто обычный хэшмэп, так, в скале реализован, или это... Ну, одна из разновидностей, вообще, это все статья довольно свежая, статья 2012 года на конференции ACM SIGPlan. Уж не знаю, о чем это говорит, я никогда не знаю. ACM говорит о многом, но SIGPlan, может быть, о чем угодно. Хочешь, какой план интересный? Параллел... Это Special Interest Group, наверное, а вот план... Параллел... Сейчас узнаем. Программинг лэнгвуджес. Даже не параллельный программинг. N? Нет, нет. LAN? Special Interest Group on Programming Languages. План? Ну, там есть буквы. П-Л-А-Н. Образующие вот... Я понял. Я понял. Я понял. Я бы сказал, как это делать шпрификс. Вот. Я вот все думаю, может, кто-нибудь у нас удосужится это написать. Это было бы даже интересно. Значит, я приваркаюсь. Самая быстрая хеш-таблица. Без менеджмента памяти это же самое. Без менеджмента памяти это убийца. Это правда. На самом деле, вот чем это интересно, я не успел совершенно эту часть рассказать. Утверждается, что здесь можно быстро взять снапшот. То есть, это persistent, как карман, хеш-тейбл. Что, кстати, уже довольно редко. То есть, вообще persistent хеш-тейбл... Что? Ой, это совершенно безумно. Эль-ноды, да, эль-ноды это просто ситуация, когда у вас в эс-ноде оказывается несколько ключей с одинаковым хешом. Это все же список. И список он даже никакой не лог-фри, там можно его копировать, заново перестраивать. Считается в атомарной структуре. А как ошибки отлавливать такую религию, скажем, в эфире, мне кажется, верно. С трасс-тестами, санитайзером, ну я не знаю, как. Да не как. Ну, мне кажется, нет, так. Говорят, есть способ попробовать спустить с ручкой и подоказывать что-то. На меня, когда в мехмате напал дядечка, кстати, на дискеттной математике, я сказал, я занимаюсь формул-пруверами для распределенных конкурентных логарифмов. Хочешь это делать? Нет. И даже не представился, не спросил, откуда он мне значить, и что это самое. Ты же знаешь, что это сложное дело? Ты занимаешься формул-пруверами? Нет, я ее не занимаюсь, я убежал. Так что есть люди, которые этим занимаются. Склонял тебя к занятиям в лифте? В лифте склонял? Да. Элевейтер-стыч? Только в флощаде. Ладно, спасибо, что пришли. Я надеюсь, это было не совсем беспорезно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова